В детстве он увлекался автомобилями и представлял, как повзрослеет и его увлечение перерастет в дело всей жизни. Александр Васильев с ранних лет хотел работать в транспортной сфере. Чтобы осуществить задуманное, он окончил Московский автодорожный институт, а сегодня возглавляет троллейбусный парк «Химки Электротранс» в родном городе. Несколько лет назад тогда еще начинающий специалист Васильев обеспечивал бесперебойную подачу троллейбусов на остановке, показав себя как человека ответственного и исполнительного, добился повышения. Уже 12 лет он стоит у руля одного из крупнейших предприятий «Химок». За годы его руководства компания «Химки Электротранс» вышла на новый уровень. Сегодня в автопарке более 20 единиц современной транспортной техники, квалифицированный персонал, отлажена работа всей команды. Александр Васильев не только руководит транспортным предприятием, но и курирует проект партии «Единая Россия. Безопасные дороги на территории городского округа». В рамках программы проводят уроки о правилах дорожного движения, встречи с горожанами и совместно с дорожными службами ведут работу по обращениям жителей. Даже бывает банально, а там жители видят, например, делают асфальт и начинают переживать. Вот, а здесь делают понижение, а вот у нас есть там предчувствие, что его не сделают. Поэтому выезжаем, смотрим, успокаиваем. У нас город доступной средой, город должен быть удобный. Городской округ «Химки» должен быть самым удобным. Желание сделать город лучше привело Александра Васильева в движение общественной поддержки «Химки. Интересно жить». В пандемию он и сотни других добровольцев помогали людям, находящимся в зоне риска – ветеранам, пенсионерам, горожанам, имеющим серьезные хронические заболевания. Покупали и доставляли продукты, медикаменты, средства индивидуальной защиты. Часто помогали в быту. Добровольческое движение сыграло огромную роль в пандемии, для того, чтобы каждый житель чувствовал, что помощь рядом. Не у всех есть дети, внуки. Кто-то занят, кто-то на работе, кто-то по разным причинам не может помочь. Есть добровольческое движение. Звонишь просто в МЦУР на горячую линию, говоришь, мне нужно тот и тот. Заявка падает, и уже на следующий день приходит человек и говорит, я готов помочь. За свою активную жизненную позицию и желание помогать другим Александр Васильев был избран лидером движения общественной поддержки «Химке интересно жить». Вместе с коллегами он регулярно участвует во встречах с жителями в собраниях трудовых коллективов предприятий городского округа, на которых химчане выдвигают свои инициативы, направленные на улучшение жизни в городе. Вы же живете в этом дворе, вы же живете на этой улице, вы знаете, что вам хочется, что вам нужно, поэтому именно от жителей должна идти инициатива. Только житель знает, где и что он хочет видеть в своем дворе. А когда эти жители объединяются, их становится больше, жители объединяются в чаты, они объединяются домами, они объединяются дворами, они знают, что и говорят нам, вот мы хотим это. А нам, как лидерам движения общественной поддержки проекта «Химке интересно жить», мы продвигаем, продвигаем, продвигаем инициативу, для того, чтобы эти инициативы доходили до конечных точек. Александр Васильев уверен, жителям важно не только выдвигать идеи по улучшению города, но и поддерживать их. Для этого за предложенную инициативу необходимо голосовать на специальном сайте. Именно с таким подходом реализовать самые значимые из них и добиться хорошего результата удастся гораздо быстрее. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!